И сегодняшняя вебинара, как я уже сказала, она очень нужная, очень интересная, стратегически важная, я считаю, вот в этот летний период, который уже заканчивается. И сегодня я с вами буду делиться секретами эффективного рекрутинга. Друзья, я сейчас, Ама, нахожусь в процессе действительно активного рекрутинга. И хочу, очень хочу сегодня вас заразить вот этим, ну давайте так скажем, вирусом, успеха что ли, успеха, чтобы у вас начало получаться, чтобы ваши структуры начали расти немедленно, а очень быстро. Кто этого хочет? Давайте сделаем так. Напишите, пожалуйста, те квалификации, в которых вы сегодня находитесь, потому что я вижу, что в комнату многие зашли правильно с указанием имени, фамилии, квалификации, а есть люди, которые, ну непонятно, вот, смотрите, есть 3%, 0 и 3%, 0, то есть у нас есть новички, друзья, отлично, отлично, 6, 0, тройки. Итак, есть ли у нас высокие квалификации в команде сегодня? 12 есть. Так, 12. Ну что ж, ох, Оксаночка, привет, Артём, привет, у нас с вами изумрудные мастера сегодня здесь присутствуют, здорово. О чём, друзья, это говорит? Это говорит о том, что даже находясь в больших квалификациях, ну как больших, относительно больших, да, скажем, второй уровень маркетинга, мы не останавливаемся, мы идём дальше. У меня сегодня задача, я себе ставлю планку, начать всё с нуля. Вот как будто за моей спиной нет 2000 партнёров, нет статуса, там, 28%, нету сапфирового мастера. И я начинаю активный, правильный рекрутинг. Для тех, кто находится сегодня в квалификации 3, 0%, 6, я думаю, для вас эта тема будет наиболее актуальна, потому что вы в начале своего пути, и у вас сегодня есть очень классная возможность начать делать правильно. Потому что я уверена, что до сегодняшнего момента многие, кто начал этот бизнес, и у кого есть уже результат, а у кого получалось, мы, честно скажу, положа руку на сердце, ещё серьёзно, правильно его не делали. Но благодаря тому, что мы посещаем все мероприятия компании, мы посещаем вебинары, мы посещаем, вот недавно вернулись со школы ключевых лидеров, у нас есть понимание, благодаря Вячеславу Тимитову, благодаря Александре Шудеговой, которые просто правильно направляют нас в нужное место, в нужное русло, и дают понимание, на чём же нужно сегодня сфокусироваться. И вот я сегодня буду основываться на те знания, которые я получила буквально недавно, они ещё свежи в моей голове. И знаете, что отличает успешного человека от неуспешного? Успешный сразу начинает внедрять то, что он услышал на обучении. И вот буквально вернувшись из Москвы, я начала делать, скажем так, рекрутинг, чуть-чуть по-новому, с чуть-чуть другим акцентом, с чуть-чуть другим пониманием. И вы знаете, я сама в приятном шоке. В общем, скажу так, что я поймала, друзья, драйв, а это очень важно для нашего с вами бизнеса, потому что мы должны с вами действительно находиться в пиковом состоянии, и от того, насколько мы открыто, ярко, эмоционально, убеждённо говорим о той идее, и которую несём, именно поэтому к вам будут приходить люди, именно на идею. Если у вас сегодня ещё квалификация 0%, не говорите, пожалуйста, что ко мне люди не пойдут, потому что у меня нет результата. Бывают у вас такие мысли, что ну вот, конечно, сейчас посмотрят видео Артёма Тимофеева, и все ломанутся к нему, а я, у меня 0%, я ещё не смогу. Бывает у вас такое? Бывает, конечно. Вот могу сказать, что я когда-то же тоже пришла в бизнес, у меня не было результата. Больше всего, я даже вам скажу, что у меня не было уверенности, у меня не было то убеждённости, которая есть сейчас, и у меня же получилось. А как? Как ко мне шли люди? Вот сегодня мы об этом с вами поговорим, и я расскажу свои секреты, сделать так, чтобы люди приходили к вам в команды. Готовы? Готовы принимать информацию? Вам интересно? Отлично! Самые первые написали измрудные мастера, что они готовы. Супер, супер! Доставайте листочки, ручки, включайте весь свой внутренний потенциал, проведём этот час с максимальной пользой, друзья, и я уверена, что август будет для нас, для всех, просто таким новым этапом, новым прорывом, потому что, ну, для меня уже, в принципе, как бы лето кончилось, и я хочу нового такого витка, несмотря на то, что август всё-таки ещё летний месяц. Итак, давайте сначала с вами разберёмся, что же такое рекрутинг. Вы должны чётко для себя понять, что рекрутинг – это целый процесс. Процесс очень интересный, процесс очень занимательный, процесс, на котором просто нужно сфокусироваться. Наверное, вы не только от меня сейчас услышите, вы слышали это от многих лидеров разных MLM-компаний, что если вы сфокусированы на каком-то процессе, у вас начинает это получаться. Если вы, например, учаясь в институте, не будете ходить на лекции, не будете сфокусированы на учёбе, то вы никогда не сдадите предмет, вам никогда не дадут корочки, и вы никогда не устроитесь на работу. Согласны же? То есть в любом деле, к чему я всё это говорю? К тому, что в любом деле нужна фокусировка. Так вот, рекрутинг – это вовлечение какого-то человека в сферу наших интересов. Вы должны понять, что мы просто с вами будем организовывать процесс перебора людей, давая им информацию, вовлекать их в процесс, который интересен нам. Понимаете, как всё интересно и просто, да? И рекрутинг – это выстраивание взаимовыгодных отношений. То есть вот для меня, опять же, знаете, на первом месте стоит такой момент, когда я общаюсь с кандидатом, на первом месте не мои цели. Ну, цель, конечно, уже у нас есть, но не так, что вот мне вот прям вот позарез нужно только сделать продажу, да? И вот мне прям вот надо, чтобы человек ко мне пришёл. То есть когда человек видит ваш корыстный интерес, когда он видит, что интересны вы только сами себе, а не его быть миссии, желания, какие-то потребности, он понимает, что нет, я не хочу, да, меня здесь не ждут. Но когда вы умеете слышать, слушать, да, понять и предложить человеку тот самый инструмент, с помощью которого человек из точки А, да, сможет прийти в точку Б, вот так действительно это становится, поверьте, очень-очень-очень интересно. общение с людьми, возражение от людей, потом регистрация, ну, это просто классно и занимательно. Скажите, вы уже, вот вам захотелось вот в эту волну окунуться и в ней прям вот плыть, плыть, плыть в этом процессе? Да, очень классно, что об этом пишут люди, которые только-только начинают, да, движение по клеерной лестнице, и действительно я очень этому рада. Итак, а кто же такой рекрутер, да? Рекрутер – это человек по поиску кадров к себе в команду. То есть вы выставляетесь таким владельцем бизнеса, представьте, что вы владелец какого-то предприятия, может быть, ну, так чисто представить, конечно, у нас нет такой функции, да, но вы набираете людей себе в команду. И знаете, какой огромный плюс вот для меня? Я набираю тех людей, с которыми я хочу общаться, с которыми мне комфортно. И сегодня, друзья, у нас не стоит задачи уговаривать всех, ну, пошли, ну, давай, ну, у тебя получится, не надо. Берите тех людей, которых вы хотите видеть, которых не нужно тянуть, которых не нужно уговаривать. Это, знаете, люди какие? Вот секрет, он элементарный ответ. Это люди в поиске, людям, которым сегодня нужна новая возможность, да, которым нужен доход, которым нужна стабильность и так далее и тому подобное. И вы владелец этой ситуации, вы владелец этой ситуации, вы управляете процессом. А вот как научиться выстраивать диалог? Что будем говорить? Как их пригласить? Мы рассмотрим чуть дальше на следующих слайдах. Вот, я думаю, что вам стало еще интереснее, да, потому что мы все ближе-ближе подходим к интересному моменту, именно процесса рекрутинга. Итак, кто же может быть кандидатом в ваш бизнес? Ну, понятное дело, да, что это собеседники. Так вот, ну, какие категории людей? Первая, да, категория – это могут быть люди вне бизнеса. И, как правило, чаще всего мы начинаем предлагать кому? Своим знакомым, родственникам, которые, в принципе, никогда не были связаны с сетевым и которые всегда начинают нам искать причины не делать этот бизнес. Было такое? Сталкивались с таким? Со всей душой рассказываешь подруге, она тебе ха-ха-хи-хи, ты куда связалась. Бывало у вас такое? Да, бывало постоянно. Отлично, это все нормально. Просто у этих людей немножечко другое мышление. Им нужно перестроиться. Они тоже придут к вам, но чуть-чуть попозже. Вот уверена, что у вас есть такие люди, которым вы на сегодняшний день предложили продукт. То есть вы позвали их на аромадегустацию, может быть, вы позвали на открытую презентацию большую, может быть, вы просто позвали на чашечку кофе, но о бизнесе вы абсолютно ничего не говорили. Есть у вас такие люди? Меня спросили, безопасно ли то, куда я ввязалась. Скажите, очень опасно. В этой компании люди становятся миллионерами. Очень опасная компания. Через год все покупают машины, квартиры. Вообще опаснее некуда. Да, есть такие люди, которым вы предлагали продукт, но не предлагали бизнес. Но, друзья мои, подумайте о том, что мы же хотим с вами бизнеса, мы же хотим, чтобы наши сети росли быстро, и при этом мы не предлагаем бизнес. Парадокс? Парадокс. Так вот, сегодня мы с вами научимся, и мы этим людям, которым вы сегодня бизнес не предложили, вы поймете, как им позвонить, что сказать и пригласить на бизнес-встречу. Итак, с этой категорией мы с вами разобрались. Вижу ваши комментарии, да, что люди не хотят вас слышать. Вы сегодня поймете, что не нужно таких людей уговаривать. Нет и нет. Друг, спасибо, что ты мне сразу сказал, что ты не любишь сетевой. Я время свое тратить не буду. Вообще эта фраза очень классно работает. Можете ее уже записать. Я ее, по-моему, хотела немножечко попозже сказать, но по ходу уже свои мысли вам излаган. Следующая группа людей – это предприниматели. Вот эта группа мне уже нравится больше. Знаете, почему? Потому что люди с предпринимательским мышлением, они склонны быстрее принимать решения. Да, с такими людьми страшнее, может быть, даже сложнее общаться новичкам, но вы представляете, если к вам в структуру приходят люди уже с той возможностью вас услышать, принять решение и начать действовать. Это же здорово, нежели вам нужно, например, людям объяснять, что нет, это не секта, нет, это не опасно, что да, это работает. Вот, ну, с кем реально легче общаться? С какими людьми? Конечно, с теми, которые готовы, да, услышать и начать действовать. Стопроцентно, правильно? И еще одна категория, которую я просто тоже очень-очень-очень люблю, это сетевики. Да, здесь отчасти еще сложнее, потому что, ну, вообще все люди, да, делятся на две категории. Те люди, которые в поиске, и те люди, которые не в поиске, которых на сегодняшний день либо все устраивает, либо они просто, как я называю, зомби, которые просто вообще ничего не хотят слышать, видеть, у них вот просто шоры, какие-то розовые очки, и они просто фанаты компании, на которой поженились. Бывает и такое. Это просто не наша с вами целевая аудитория. Но, опять же, представляете, если вы начнете общаться с человеком, который разбирается в MLM-индустрии, да, возможно, он сегодня в каком-то проекте, но, может быть, его тот результат, ну, не мотивирует больше, не устраивает. И он после проведения встречи начнет просто присматриваться к вам, к компании, да, к той возможности, которую вы предлагаете, а потом увидит, что, ага, дела у него идут все хуже и хуже, а у вас все лучше и лучше. И этот человек придет к вам в команду, пусть даже не сразу. Здорово же! Хотели бы вы такую картину наблюдать? Пишите свои комментарии, обратная связь для меня очень важна. Да, конечно, да, 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 конечно же. Вот, поэтому, поэтому сегодня опять-таки я говорю, что начала этот процесс по-новому, и сегодня я вас буду мотивировать именно искать людей на бизнес и общаться больше вот с людьми из второй и третьей категории, это предприниматели и сетевики. Конечно, вам можно общаться и просто с людьми, да, не нужно сейчас всех перечеркивать, нет, это и опыт, и среди людей, которые вне бизнеса, есть люди в поиске, но, тем не менее, акцентироваться мы будем на очень важных и правильных вещах. Итак, на что же нам с вами сейчас нужно, на чём, на каких моментах нужно сконцентрироваться? Первое, на что мы обращаем внимание, это выбрать график встреч, темп встреч. Вот та фокусировка, о которой я начала говорить с самого начала, это и есть, наверное, основное звено, да, то, на что вы сейчас должны обращать своё внимание, 90% времени уделять, это поиск у людей. И после сегодняшней схемы, да, которую мы с вами рассмотрим, я вас уверяю, что у вас не будет таких возражений, что у вас кончился список, вам некому позвонить, и вообще вы не знаете, кому предложить. Просто имея вообще номер телефона, мы с вами можем позвонить абсолютно любому человеку. Но делать это нужно большим-большим количеством. Я, вы знаете, что я человек, который люблю факты, цифры, и буквально расскажу вам статистику вчерашнего дня, и вы поймёте, что же такое темп-встреч. Вчера я работала в офисе, я делала примерно 40 контактов, то есть это были абсолютно разные люди, которых я вообще не знала, и объявления, и соцсети я искала, там, людей с различных сетевых компаний. В общем, 40 таких пробных диалогов, где-то я 10-15 звонков прям сделала, конкретно приглашала в офис, и ко мне доехало 3 человека. То есть вот из этой общей массы 40 человек, 3 человека пришли выслушать информацию. Знаете, когда я давала информацию, я её просто давала. Формат встречи я вам сейчас обязательно расскажу. Вам интересно, кстати? Здорово! Всё, вижу, что вы на связи. Не уснули, да. О, супер! Посыпались! Да-да-да, всё, все в процессе, здорово. И вот из этих, то есть я провела 3 встречи абсолютно в одинаковом формате. Встречи были короткие, минут по 15-20, и все пили чашку кассы, естественно же. И итог вчерашнего дня стало подключение в команду семейной пары. Эта пара была из Омска, вернее, есть, да. То есть вот она статистика, да. Всегда мы знаем, что срабатывает где-то 20-30%. Вот у меня статистика такова. И вот представьте, вот если мы сейчас с вами сфокусируемся август-сентябрь до премиума, потому что вы знаете, что на премиуме, если кто ещё не знает, в ближайшие дни вы увидите потрясающую информацию, которая, ну, не знаю, не может, не мотивировать сделать в 12-17% и выше процентов, получить признание, да, на сцене, получить те подарки, о которых мы уже говорили. Я думаю, лидеры обязательно вам об этом расскажут. Если ещё не рассказали после вебинара, прям сразу звоните и говорите, слушай, что там, что мне надо делать, я хочу, я в процессе. Так вот, если мы сейчас сфокусируемся перебрать за 2 месяца тысячу людей и найти 100 людей, которые захотят бизнес, ведь это же реально, ну, за 2 месяца 100 людей команды, это очень реально, но эти 100 людей вы просто не представляете, как могут взорвать бизнес, какой они могут получить результат, и самое главное, эти люди уже сегодня могут быть с вами на событии и получать признание, потому что 12% может сделать абсолютно каждый, даже если вы завтра зарегистрируетесь или сегодня. Вы с этим согласны? Вот Александр спрашивает, с какого процента? Вообще можно было попасть в 28, но с этого года будет очень классная традиция. Вот, это будет 12% активных и подарок, да, который получают, но ради этого можно потрудиться. Я даже вчера думаю, что же мне упасть на 12, чтобы получить тот подарок, о котором говорили. Просто, знаете, хочется вас немножко поддержать в интриге, кто не знает, потому что, ну, возможно, информация круче будет звучать из уст ваших лидеров, да, которые с вами лично созвонят и расскажут, да, что же это будет за подарок. А вот с помощью моей такой маленькой интриги вы можете первый позвонить своему спонсору и сказать, колись, хочу знать, хочу быть в курсе новостей. Договорились? Вот, Дарине уже сказали. Но вы супер, Дарина? Вот, здорово, многие уже знают, но кто-то, наверное, нет. Ну, Лариса Иванова из Железногорска уже написала, что это часы. Да, Лариса, это не просто часы, да, это часы с автографом президента компании Вячеслава Демидова. Представляете, какой это, во-первых, ценный подарок для вас самих, какое-то признание, какое-то доверие от Вячеслава с Яной, да, от компании, и получить это на сцене, может быть, даже из самого Вячеслава, я не знаю, и потом использовать это как инструмент, ну, это просто круто. Итак, вы выбрали вот этот вот график, да, и здесь важно сделать промоушен встречи. А знаете, самое интересное, промоушен-то делается всего за минуту, максимум полторы. То есть ваше предположение вообще не должно занимать очень долго времени. Оно должно быть конкретным, то есть вы, если вы звоните, просто поболтать с подругой, это просто поболтать. Если вы звоните конкретно, пригласить, пообщаться, там, в офис, в кафе, это должно быть приглашение. Давайте я вам просто расскажу, как это делаю я, и вы знаете, что у меня это получается, и вы просто можете за основу взять этот диалог, может быть, вы его подредактируете, может быть, у вас будут какие-то свои собственные фразы, у всех работает все по-разному, но основа такова. Ну, смотрите, вот, допустим, мы с вами, мы с вами, людям, да, предлагали продукт, но не предлагали бизнес. Сегодня есть много таких в вебинарной комнате, поэтому, вот, представьте, вы звоните подруге там, не знаю, Даши, да, не слышно, давайте проверим связь, раз, два, три, четыре, пять, как меня слышно, звук есть, кому не слышно, скорее всего, проблемы у вас со связью, можно перейти, я прерывать эфир не буду. Итак, вы звоните, говорите, Даш, слушай, привет, меня вот тут, ну, там, это Олеся, ну, если она, ваша близкая подруга, она, конечно, узнает, и вы говорите, Даш, слушай, меня тут буквально осенило, я же тебе совсем не предложила ту бизнес-возможность, которую сейчас приняла для себя, у меня просто, вот, знаешь, глаза горят, руки делают, я вообще в активном процессе, давай встретимся, мне есть, что тебе рассказать, и, например, подруга вам говорит, слушай, да ты, знаешь, я-то Армель занимаюсь, ты мне уже духи предлагала, да, даже духи предлагала, а бизнес не предлагала, давай встретимся на 10 минут, если тебе станет неинтересно, мы с тобой просто попьем кофе, станет интересно, продолжим нашу беседу. скажите, это легко сделать? Вот так, как я сейчас инсценировала звонок, это не сложно же? Конечно, это не сложно, но это нужно сделать, потому что бывает, что люди ждут предложения, а вы его просто не делаете, а сами они и догадываться не могут, что оказывается, они могут спросить, просто действительно есть такие примеры, примеры лидеров из компании Армель, которые являлись предпринимателями в традиционном бизнесе, им никто не делал предложения, а сейчас эти люди сапфировые, изумрудные мастера, как вам такое? Представляете, поэтому, друзья, всем вы должны с сегодняшнего дня предложить бизнес, возможность, не решайте, кому она нужна, кому не нужна, нужно просто это делать, вы принимаете это? Екатерин, я поставила на запись, если все технически слож, запись будет, но прошу вас сейчас сконцентрируйтесь вот именно сейчас, потому что 90% информации войдет в голову вам сейчас, если вы будете думать, а, будет запись, я сейчас не буду себе делать никакие пометки, поверьте, это уже не работает, работает то, когда вы в процессе, договорились, будьте на 1000% сейчас в этих диалогах, вот, спасибо за понимание. Итак, следующий вариант, мы с вами нашли телефон, пусть, какого-то, ну, либо предпринимателя, по объявлению вы нашли, я там, человек занимается, Эйвен, Фаберлик, Морикей, Арифлейм, неважно, вы понимаете, что этот человек, MLM предприниматель. Вам интересно, как я звоню и что говорю этим людям? Здорово, видите, я так сегодня люблю вас интриговать, да, я звоню, ну, например, на той стороне отвечает Екатерина, телефон данный Екатерина, я звоню и говорю, Екатерина, добрый день, вам сейчас удобно говорить? Ну, Екатерина, например, говорит да, потому что, как правило, люди, которые оставляют какие-то объявления, либо в соцсетях показывают, что они имеют отношение к бизнесу, эти люди ждут звонков, и, как правило, они могут вам всегда ответить. Вы, так, я говорю, Екатерина, ваш контакт нашла, говорю где-то, в соцсетях, либо по объявлению, вижу, что вы предприниматель и развиваетесь в сфере MLM-индустрии, да, человек говорит да, здорово, дело в том, что мы с вами коллеги, я тоже являюсь предпринимателем, очень интересный проект, прибыльный проект, и, возможно, для вас у меня будет очень интересное бизнес-предложение, но для начала давайте с вами просто встретимся, познакомимся, и если найдем общие точки соприкосновения, продолжим общение. Скажите, вам интересно? Екатерина, например, говорит, да, и мы назначаем в это время встречи. какое место встречи должно быть я вам чуть-чуть позже сейчас скажу. Если она говорит, например, а что за предложение, я просто очень занятой человек, и не знаю, вообще будет мне интересно, стоит ли мне тратить время. я говорю, Екатерин, очень здорово, я именно поэтому вам позвонила, потому что поняла, что вы занятый человек, я тоже занятый человек, поэтому давайте так, если вам сейчас некогда, то запишите мой контакт, и когда вам будет интересно и удобно, вы мне позвоните, и мы договоримся о встрече. как вам такой поворот, друзья? Вы услышали нотку интриги? Вот со стороны Екатерины вам захотелось узнать, ух ты, а что же там такое-то, а? Отчасти да, может быть кому-то и нет, может быть, тогда вы просто, ну просто это не ваш человек, 80% людей, я говорю, в каких-то компаниях не зомби, вы ищете 10% в своих, помните, из 1100 человек, вот они ваши 10%, то есть смотрите, если человек, смысл какой, да, если человек, прошу прощения, если человек начинает вам возражать, если он начинает говорить какие-то там отмазы, что нет времени, нет, вы мне по телефону расскажите, все, вы останавливаете разговор, скажите, я тоже занятой человек, у меня еще предстоит 20 встреч, предложение действительно интересное, давайте так, либо скажите, когда вы будете готовы поговорить, когда вам это будет интересно, либо вот мой контакт, перезвоните сами, тем самым, знаете, вы показываете тот стержень, ту железобетонную уверенность в том, что ваше предложение, оно действительно интересно, вот, ну мы-то с вами действительно это знаем, что это реально самое крутое предложение на рынке, и для меня других предложений сегодня не существует, но знаете, если мне сегодня позвонит какой-то сетевик и скажет, вы рассматриваете дополнительный доход, да, я обязательно соглашусь на встречу, но во время встречи я 99% вам могу сказать, что я сделаю свое предложение и человек в принципе его примет. Поняли эту идею? Не надо бояться услышать отказов, может быть его и не будет, а вы уже себя, то есть опять же вы настраиваете себя, вы настройтесь на тот процесс, что вы найдете свои 10, 20, 50, 100 человек, вот, когда у вас есть вот эта уверенность, вам ее просто не хватает, люди идут на уверенность, на энтузиазм, понимаете, а вы сами себе ставите блок, я боюсь отказ, ну, боишься, на тебе, дорогая, вот он тебе отказ, не бойтесь, а в конце концов, вы уверены в компании, вы уверены в продукте, вы понимаете, что это сегодня действительно рабочий инструмент, с помощью которого, я не знаю, тысячи людей уже начали зарабатывать, вы вообще знаете, какие выплаты в сеть, это уже не тысячи, это миллионы рублей, так почему мы боимся рассказать о этой возможности людям, просто перестанем бояться этого делать и начнём это делать, многие боятся, что их переманят, да, Оксан, к вопросу переманят, я прошла этот этап, когда мне просто обрушился шквал лидеров, да, других компаний, другой точнее, и просто сказали, как тебе не стыдно, ты переманиваешь людей, все взрослые люди, вот скажите, как можно переманить, вот как меня сейчас можно переманить, например, не знаю, в какую-нибудь компанию, которая занимается парфюмерией, никак, потому что я этого не хочу, да, но если человек это хочет, он в поиске, вы же не завязываете ему руки, как насильно можно заставить любить, как насильно можно заставить перейти в другую компанию, поэтому переманивания его в принципе не существует, но я всегда говорю, а это бизнес, да, частью у нас есть конкуренция и выживает сильнейший, выживает тот, у которого предложение интересней, выживает тот, у которого действительно проект, в котором можно зарабатывать денег, ну давай разберемся, ты зарабатываешь, а люди, которые у тебя в команде зарабатывают, то есть я веду диалоги вот так вот, они же директора, знаете, сколько я переговорила с людьми в больших, скажем так, рангах, да, с большими якобы чеками, но когда я просила, говорю, слушай, давай разговор о бизнесе, давай по-честному, я опять же, да, человек цифр и фактов, давай покажи мне свой личный кабинет, и 50% людей, да даже больше, просто говорили не то, что есть на самом деле, поэтому, если написано директор Арифлейн, это еще не значит, что человек зарабатывает деньги, директор может, уверю вас, зарабатывать вообще нисколько, это может быть просто статус, это, этот пафос, это вот просто название, поверьте, я тоже знаю из личного опыта. Итак, немножечко уже отходим в сторону ваших комментариев, давайте я все-таки дам вам тему, потому что у меня еще не все слайды завершены, вот, а хочется успеть сказать много, я смотрю, что время бежит, очень у вас классная сегодня аудитория, вы все начинаете в процессе, да, что-то из своего опыта писать, вот, останется время, я с удовольствием поотвечаю, да, на ваши ситуации, которые у вас были, вот, опять же, да, попрошу не отвлекаться на переписку, то, что вы сейчас начинаете обсуждать, вы это можете обсудить с вашими наставниками, хорошо, договорились? Итак, следующий момент, вы сделали приглашение, да, поняли, на чем нужно акцентироваться, как приглашать именно на бизнес, что такое правильное место встречи, то есть, вы выбираете либо свою территорию, либо нейтральную, никогда не соглашайтесь идти на территорию, там, той компании, куда вы звоните, потому что тоже, я прошла такой момент, когда я приезжала, и мне говорили, но вы же понимаете, на нашей территории неэтично говорить о другой компании, ну, зачем вы меня тогда звали, да, у меня возникал вопрос, но, как бы, я приехала, и получается, что я слушала предложения тех людей, куда я приехала, как правило, там собиралась человек пять, и меня начинали переманивать, ваше любимое слово, вот. Естественно, на встрече вы должны выглядеть соответствующе, у вас должен быть деловой стиль, может быть, сейчас скажу банальные вещи, но это должен быть деловой костюм, да, это должна быть прическа, макияж, если вы мужчина, это тоже должен быть костюм, то есть, если вы, допустим, к девушкам обращаюсь, одеваете, например, какое-то глубокое декольте, едете на встречу с мужчиной, ну, как правило, это будет мужчину отвлекать, и он будет думать не о бизнес-предложении, которое вы говорите, а, наверное, о том, как бы вас пригласить на встречу для дальнейшего общения, да, вот, там, короткие юбки, то есть, все должно быть в пределах делового стиля, если вы там дальше задружитесь, у вас будет другое общение, ради бога, да, флир, да, следующий момент, всегда нужно иметь с собой, как минимум, папку, аромовизитницу и блокнот, то есть, это тоже делает ответок вашей деловитости. На первой встрече я никогда не рассказываю про маркетинг-план, я не рисую цифры, проценты и так далее, но как минимум открыть папку и показать, с чем мы имеем дело, это нужно обязательно. Так, по-моему, я рассказала вам уже и про следующий слайд, но давайте быстренько пробежимся. Итак, первичная информация кандидату. Вот, допустим, вы сделали звонки и выявили суди, которые готовы к вам прийти на встречу. Как вести себя на встрече, точнее, как себя веду на встрече я, что я говорю и почему у меня встреча первая, она короткая, да, ну, 10, максимум 15-20 минут. Интересно, вы в процессе, вы успеваете в себя впитывать информацию, которую я вам даю? Да, плюсики, отлично, здорово. Итак, смотрите, пришел человек, вы, наверное, приветствуете человека, и пока вы рассаживаетесь, можно спросить, слушай, давай, пока вот рассаживаемся, там, пока я чайник поставила, мне прям интересно, почему ты пришла? И пусть человек расскажет, что же его действительно заинтересовало в вашем предложении. Когда вы слышите человека, даете ему выговориться, первый плюс, что человек, ну, уже контакт между вами выстраивается, вы понимаете человека, человек понимает, что вы, в принципе, заботитесь о нем, и все, в принципе, складывается уже достаточно хорошо. И я говорю, смотри, давай обозначу цель нашей встречи, я занимаюсь бизнесом, делаю его по схеме, которая реально работает. смотри, скажу честно, меня интересует стабильный доход от 100 до 500 тысяч через год. Скажи, у тебя есть такой интерес? И я, в принципе, замолкаю. То есть, я жду, что ответит человек. Если он говорит, нет, мне, в принципе, это неинтересно, то я говорю, окей, если нет, мы просто попьем кофе и угощаем его кофе. Если человек говорит, да, то я говорю, отлично, давай теперь знакомиться, чем ты занимаешься, была ли знакома с MLM-компанией, может, сотрудничала или сотрудничал, и вообще, как относишься к MLM. И человек тоже здесь должен выговориться. И дальше, когда он это все рассказал, друзья, пожалуйста, давайте не обсуждать, кто, что, кому говорит. Вы это сможете судить в отдельных командах. Сфокусируйтесь на той информации, которую я вам передаю не только от себя, я передаю ее еще и от нашего руководства, компании, которая понимает, как правильно делать бизнес. И вот эти ключевые фразы, они могут стать решающим моментом в сегодняшней ситуации в вашем бизнесе. Кому не интересно, ну просто не отвлекайте других. Спасибо за понимание. Итак, смотрите, я говорю, что я предлагаю тебе стать моим партнером в бизнесе, в партнерстве с компанией Armel. то есть то, что вы видите сейчас на слайде, вы это можете и сами прочитать, я хочу сфокусироваться именно на том, что я говорю на встрече. И я объясняю, то есть я делаю такую оговорку, что же такое партнерство с компанией Armel. И здесь я говорю о тех рисках, которые могут быть у предпринимателя, скажем так, классического, традиционного. То есть, ну смотри, например, мы с тобой решили открыть парикмахерскую, что нам для этого с тобой нужно? Ну, как минимум, первая площадь, то есть это аренда, арендная оплата. Следующий момент, нам нужно закупить оборудование, столы, стулья, фен, зеркала, так далее, и тому подобное. Нам нужно материалы закупить, краски, шампуни, и так далее. Нам нужно найти людей, которые будут профессионально работать, и так далее, и тому подобное. То есть, смотри, нам нужны первые деньги, причем деньги очень маленькие, и в принципе ты понимаешь, что наши риски, они могут не оправдаться. И человек говорит, ну да, да, я действительно согласна. То есть, когда мы вот эти риски проговорили, следующий момент, который я говорю, вся прелесть моего предложения к тебе, что все вот эти риски на себя берет компания Армель. Ты представляешь, как круто? Мы ни за какие риски не отвечаем. Наша задача делать популярной торговую марку Армель. Все. Как делать ее популярной? Это я тебе могу рассказать. Я это делаю, что у меня уже получается. И вот здесь, если вы новичок, помните, мы говорили о том, да, что если у вас сегодня нет результата, как людей приглашать в команду? Вот здесь вы просто делаете построение на своего спонсора, на свою вышестоящую спонсорскую линию. Вы говорите о том, что мы умеем, мы тебя зовем в команду, где работают профессионалы, у которых это уже получается, и мы готовы научить тебя этому. Вы представьте, что каждая проведенная ваша встреча, это, например, ну там, от двух до пяти тысяч заработанных денег, или, допустим, каждый ваш партнер плюс десять тысяч рублей, и тогда у вас не возникнет вот тех вопросов, что вам сказали, а мне там кучу вот сейчас свои возражения писали, вы просто сфокусируетесь на том, новый человек плюс десять тысяч, новый человек плюс десять тысяч, я думаю, это классная мотивация для себя. и когда я сказала, да, что наша задача делать популярную торговую марку, иными словами, это сетевой маркетинг, вот так вот все просто, чем больше людей мы приглашаем, тем больше наш товарный оборот, и тем больше нам платит компания, от чего это зависит, только от тебя. Но могу тебе сказать, что мы сейчас набираем обороты, мы развиваемся в городах, в странах, то есть я люблю рисовать такую действительно яркую, запоминающуюся картинку, потому что с первой встречи, друзья, человек не запоминает маркетинг-план, он не запомнит, какому проценту какой товарооборот равен, вы просто его загрузите, но если вы заразитесь его вот этой идеей, вау, сегодня города странные, мы уже, нам три года, а мы уже там-то, 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 представляешь, и на каждом рынке есть возможность, то человек вот на это вау, на вашу эмоцию, он просто захочет, он скажет, да, классно, классно, да, отчасти я хочу. И в конце я говорю, так что, ты готов со мной? Регистрируемся, подписываемся, и если человек говорит да, то я рассказываю к партнерам, если человек говорит, нет, ты знаешь, мне, мне в принципе интересно, да, но мне надо подумать, мне нужно все взвесить, окей, давай, сколько будем думать, давай сразу назначим повторную встречу, кстати, хочу сразу тебя пригласить, у нас завтра открытая презентация, давай, я вижу, что ты, тебе интересно, но тебе нужно разобраться, вот как раз на презентации ты сможешь больше понять, откуда у нас берутся деньги, тогда, прийти, как классно, если в ваших городах действительно, допустим, несколько раз в неделю, а лучше, если это каждый день в вашем городе проходит подобного рода презентации, и смотрите, опять же, какой плюс, когда вы приглашаете человека, вот после вот такой 10-15 минутной встречи, он уже на презентацию приходит подготовленный, он уже готов слышать информацию и ее принимать, согласны же? Нежели мы просто там, я не знаю, обзвонили 20 человек, один пришел такой напуганный, он не понимает, куда он попал, он не понимает, какие люди его окружают, что ему сейчас будут говорить, а еще и презентация длится там 40-45 минут, в лучшем случае, а бывает, что мы с вами их затягиваем, и он вообще весь такой потерян, и он сидит и думает, зачем я сюда пришел, а вот именно после вот такого связующего звена вашей тет-а-тет-встречи люди на презентацию приходят подготовленные. Классно, поймали эту идею, принимайте ее. Вам нравится такой исход событий? Супер! Да-да-да! Конечно! Отлично! Отлично! Смотрите, на следующих слайдах я сделала такие тоже заготовки, презентации для собеседника, что можно, ну, опять же, да, как можно презентовать бизнес. То есть сейчас вы слышали лично мой опыт, вот, сейчас вы видите текст, который, в принципе, используется не только мой, да, и в других времен тоже это получает, вот, потому что у нас остается не так много времени, да, где-то минут сетей время в нашей вебинарной комнате. То есть опять хорошо на такой встрече раскрыть папку, да, показать, что вот, смотри, с чем мы имеем дело, наш основной продукт это парфюм, это инфекциональный продукт, я люблю говорить о том, что это легкий продукт, что его легко дублицировать и 30 центов твоего окружения пользуются этим продуктом, им нужен этот продукт, им не нужно говорить, что я буквально вчера общалась с представителем сетевой компании Тяньши, и она признала тот факт, что, да, действительно, бизнес у них сложный, что приходят люди с проблемами, больные люди, приходится вникать в их болячки, но она уверена, что их продукт рабочий и готов справиться с любыми болезнями. я говорю, слушай, супер, да, лучше иметь возможность общаться с позитивными людьми, здоровыми людьми, которые будут испытывать классные эмоции, отароматы, даже те люди, которые приходят с матами, они же тоже где-то берут духи, да, и только представь, что это могут быть твои клиенты ещё плюсом, у тебя же есть уже с ними доверие, и она говорит, слушай, правда, правда, и вот завтра у нас с ней повторная встреча. Успели этот слайд сфотографировать? Здорово. Вот вариант презентации для людей вне бизнеса. Как видите, он тоже очень-очень коротенький. Здесь, смотрите, пока вы сфотографируете, я вам скажу, акцентироваться нужно на том, что человек вообще не понимает, что такое MLM-бизнес. Он, скажем так, потребитель, и с ним нужно говорить на языке потребителя, то есть вот как раз-таки о том, что наш продукт высокого качества, что моё окружение, оно практически всё перешло на Армель, потому что без потери качества мы платим в 3-5 раз меньше, да, что у нас есть различные акции, что нам возвращается там часть денег. Тебе возвращает часть денег даже, когда ты там по акции купила? Нет, конечно, нет, человек скажет. То есть, вот понимаете, такие плюсы обывательские. очень важный момент, если вам, о котором я, кстати, момент, о котором не сказала, но он очень, друзья, важен, если вам человек говорит, весен, вот тогда-то мы предлагаем ему продукт. Вот здесь же, опять же, раскрываем папку, хорошо, тогда я тебе предлагаю просто пользование продуктом, потому что уверенно, да, ты пользуешься парфюмом, ты пьёшь кофе, но я тебе не просто предлагаю купить, я тебе предлагаю выгодно купить. И вы здесь вот рассказываете о том, как можно стать клиентом компании, и, в принципе, опять все будут довольны, и вы в плюсе, и человеку хорошо. Так, предыдущий слайд, так, предыдущий слайд, сейчас, секунду, вот, презентация для собеседника. Если человек говорит, мне вообще неинтересно ни то, ни то, я говорю, окей, вообще спасибо, что пришла, спасибо, что выслушала, наверняка у тебя в окружении найдутся люди, которые сегодня в поиске, которым моё предложение будет интересно. Дай мне, пожалуйста, там, три рекомендации, там, с меня подарок, к примеру, да, и вы просите рекомендацию, а вот когда вы звоните уже по рекомендации, то есть та же самая схема, да, мы предлагаем бизнес, вы уверены в этой бизнес-возможности, предлагаете просто встретиться, познакомиться, но, но, важная составляющая, когда вы звоните, вы говорите, там, здравствуйте, Владимир, ваш телефон мне дала Светлана, она сказала, что вы, ну, и здесь вы можете какие-то прилагательные, да, внедрить, там, что вы активный человек, что вы всегда в поиске, и вам можно доверять, вот мне очень понравилась фраза, которую я увезла со школы ключевых лидеров, и вам можно доверять, то есть здесь человек, знаете, он уже к вам становится более лояльным, и ещё одна ключевая фраза, ваш телефон дал наш общий друг Владимир, здесь вы уже всё там со Светланой становитесь друзья, потому что у вас есть общий друг, понимаете, фишки, и дальше вы делаете предложение, хорошо, так, презентация для людей вне бизнеса, если не дают рекомендации, ну, здесь ничего не сделаешь, ну, не даёт, ничего вы не сделаете, идёте к следующему человеку, который не жадный, и который даст рекомендации, вот, всегда можно договориться с людьми, окей, ты не хочешь дать телефон, возможно, да, ты должна спросить у человека разрешение, ну, ты моя подруга, сделай для меня доброе дело, да, позвони, уточни, и с его разрешения дай мне телефон, можно же так договориться, конечно, можно, то есть, здесь, друзья, ваше, опять же, желание, желание тысячи возможностей, нежелание тысячи причин, следующий момент, когда мы разговариваем с сетевиком, тоже делаем фотографию, здесь важно говорить на языке именно сетевика, я уже сегодня много касалась этих тем, да, основной момент это то, что, смотри, твоя компания хорошая, допустим, да, ничего плохого сказать не могу, но ты же понимаешь, что это, допустим, там, не те деньги, ради которых ты приходил, или, допустим, ты уже можешь ручаться за то, что твои люди будут зарабатывать, да, пойми, бизнес работает так же, статистик так же, но у нас результат быстрее и нервов меньше, вот я общаюсь в языке, я, опять же, сравниваю, то есть, когда вы общаетесь, например, с тетевиком, допустим, из какой-то, как минимум, знать тонкости работы, да, с их продуктом, там, с их маркетингом, может быть, у них есть какие-то постоянные закупки большие, вы говорите, а у нас вот так-то, так-то, то есть, как бы уже говорить на языке вот той компании, от которой присутствует человек, вы должны быть к этому готовы, вот, и, конечно, тоже вы должны очень много качественно делать промоушен, ну, про товар вы уже поняли, да, говорите о простоте, о дубликации, об эмоциональности продукта, мы быстро захватываем рынок, и ты еще можешь стать первым, а не упустить возможность, да, и прийти там через 20 лет в компанию, когда уже все все знают, и все, кто хотел, уже пришли на бизнес, вот, обязательно делать промоушен компании, говорить о надежности, о стабильности, очень, друзья, важный момент, что этап, скажем так, узнаваемости у нас уже прошел, мы на моменте стабильности, вот, в это время как раз-таки приходят люди, которые наблюдали, которым было, что терять, да, но теперь они уверены, что все, компания существует, компания развивается, люди зарабатывают, да, есть множество автопрограмм, да, люди покупают квартиры, люди путешествуют и так далее, то есть, очень классно Вячеслав нам рассказал о том окне возможности, которое открывается именно сейчас, вот на моменте стабилизации, вот в это окно возможностей, те, которые еще об Армель просто не слышали, и если вы об этом им не скажете, об этом скажет кто-то другой, вот, ну, например, я, вот, конечно, одной меня на всех не хватит, это просто такая мотивация, вам не бояться, а именно говорить, вот, я люблю юмором разбавлять свои обучения, и так, обязательно, да, о моменте времени мы уже сказали, промоушен лидером, промоушен лидером, простоте и так далее, и так далее, с этим, я думаю, понятно, да, ну, и подводим итог встречи, как правило, я завершаю, да, что готов со мной, хочешь, давай, протягиваю руку, и мы договариваемся, либо о повторной встрече, мы совершаем сделку, как говорится, прямо здесь, прямо сейчас, вот, и, знаете, самым, наверное, еще важным элементом, на котором нам сейчас нужно фокусироваться, то есть, смотрите, фокусируемся на большом количестве звонков, встречах именно на бизнес, только потом на продукт, и третий, очень важный момент, это сразу, как только человек говорит, да, мне это интересно, мы что с вами делаем, кто уже догадался, кто так делает, кто знает секрет, есть такие у нас в вебинарной комнате, друзья, вы здесь, предлагаем встречу, ну, встречу уже предложили, есть вот еще какой-то очень важный инструмент, с помощью которого люди будут в бизнесе, и начнут зарабатывать хорошие деньги, ну, вот, сделали мы регистрацию, регистрируем, что мы с вами должны, о чем сказать, папку дали, папка это автоматом, запуск партнера, естественно, вот, кто написал премиум, кто написал премиум, зовем на премиум, Наталья Семенова, как же мне приятно, что это мой партнер, Наташа, браво, она меня услышала в моей консультации, конечно же, друзья, завершение встречи, это продажа билета на премиум, это главное событие года, в папке обязательно должен в первую очередь лежать ваш купленный билет, если вы зарегистрировались вчера, купите билет, если вы сегодня зарегистрировались, купите билет, если завтра регистрируются ваши партнеры, они должны знать, что бизнес растет тогда, когда вы в центре событий, когда у вас есть билет, и самое главное, друзья, что я, смотри, если ты сейчас не приобретаешь билет, ты тормозишь себя в развитии ровно на год, приобретая билет сейчас, у нас есть два месяца, чтобы мы с тобой стали формировать твою команду, и уже с тобой на этом событии были люди, а теперь, друзья, мы еще с вами знаем о том, что ваши люди могут уже признаваться на сцене и получать ценные памятные подарки, от Вячеслава и Яны. Ну как вам, круто? Заразила я вас сегодня этой идеей? Хотите сделать прорыв за август-сентябрь и просто доказать себе, доказать окружающим, получить признание? Я не знаю, что мы можем сделать для себя. У каждого своя может быть мотивация. Пишите, заразились вы? Берем ту планку, о которой я начала говорить, с чего я начала сегодняшний вебинар. Включаемся в процесс поиска именно бизнес-партнеров, а как следствие клиентов сети. Да, да, спасибо, супер, отлично. Друзья, я очень рада. Я благодарю, что вы сегодня были очень активны и в комнате в сто раз увеличилось количество людей. Значит, действительно, сегодняшний вебинар был для вас полезен, но самое ценное, что мы можем получить, это результат. Вот если через неделю, две, три вы выходите на очередной вебинар, будет уже другой спикер, будет другая тема, но у вас квалификация не 3, а 6 процентов. У кого было 6, это может быть 12, у кого было 12, у того 12. Это будет самым лучшим вкладом, что мы можем сделать сегодня в целом для большой команды Армель. Вы согласны? Уверена, что согласны. Поэтому всем спасибо за сегодняшнее проведенное время. Я поехала дальше проводить встречи. Всем пока-пока и до новых, друзья, встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...